Девушки отдыхают Первыми в клетку зашли представители легкой весовой категории Мохсен, Мухаммад Сефи из Ирана и Дай Мгелати из Алжира. Мохсен уверенно начал встречу, аккуратно подавливал из центра даже без ударов и купировал все попытки оппонента наброситься на него с многоударными комбинациями. А как дошло дело до клинча, Мохсен провел прекрасный прием, вывод из равновесия и затем неотразимо пробил локтем в челюсть Мгелати. Последовавшие добивающие удары по большому счету были уже не нужны. В следующем поединке состоялся апсет, так как Айман Галал из Египта выходил на встречу с Энтони Зайданом из Ливана в статусе серьезного фаворита. Галал работал из центра, не взвинчивая темп, а Энтони максимально активно перемещался и постоянно искал атаку на сайдстепе. Возможно, Галал и забрал первый отрезок, но по факту это уже не важно, так как в втором раунде Зайдан все-таки нашел брешь в обороне Аймана и резко пробил на сближении правым кроссом точно в челюсть египтянина. Затем клетку делили еще один представитель Египта Асам Эль Сиади и алжирский боец Мохаммед Аль Селам. На бумаге все должно было быть очень ярко. Два ударника, тяжело веса, что может быть лучше. Однако, думается, что даже матчмейкеры Брейв Си Эф не предполагали, что в этой встрече будет оформлен настолько красивый нокаут. Асама пробил в лучших традициях Леота Мачиды и Андерсона Силва. Он сумел пробить пыром точно в челюсть Селаму, после чего тот рухнул без чувств на настил. А Эль Сиади встал рядом с ним и начал оглядывать собравшуюся публику. Гангстерские нокауты и, пожалуй, один из лучших ударов этого года. Полулегковесы Абдельхани Сабер и Аймин Суан тоже не стали откладывать дело в долгий ящик. Сабер быстро понял, что у него имеется преимущество практически во всех аспектах. Но для разящей и финишной атаки он все-таки предпочел прием. На этот раз удушающий со спины. В пятом поединке вечера в средней своей категории в реванше встретились два соотечественника из Египта – Амар Альдафрави и Ахмед Сами. В их первом поединке в 2018 году Сами одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. На сей раз дело дошло до решения, но поединок получился односторонним. Сами сделал ставку на борьбу и не прогадал. Он проводил тейкдаун за тейкдауном, уверенно контролировал оппонента на настиле и постепенно разбивал. Активно оборонявшийся в первом раунде Альдафрави быстро терял силы и в концовке боя был вынужден сосредоточиться на собственном выживании, уже не помышляя о контратаках. Судейский вердикт был единогласным в пользу Сами, но все же отчасти неожиданным, так как один из специалистов все же отдал Альдафрави один из раундов. В шестом поединке вечера базовый борец греко-римского стиля, живущий и тренирующийся в США египтянин Махмуд Сиби, не оставил шансов бойцу из Туниса, вожди Мессоуи. Уже в первом раунде произошел перевод на стил. Сиби начал разбивать соперника из гарды, попал точно в челюсть, после чего Мессоуи потерял сознание и пропустил еще несколько необязательных ударов. Во втором по значимости поединке вечера российский бойец из Элисты Баир Штепен встретился с перспективным французом Енисом Гемури. Первый раунд получился близким и прошел на встречных курсах. Гемури сделал ставку на многочисленные лоу-кики и отбил Баиру левую ногу. Во втором раунде Гемури включил форсаж. Штепен, наоборот, замедлился, стал пропускать все больше и больше и в итоге проиграл техническим нокаутом, окончательно потеряв возможность сопротивляться из-за травмированной конечности. В главном бою вечера главный тренер KHK MMA, чемпион Brave CF Эльдар Эльдаров в нетитульном бою встретился с непобежденным белорусским атлетом Денисом Магером. Бой получился коротким, но крайне напряженным. Высокорослый Магер расстреливал Эльдара многочисленными ударами с дальней дистанции и сумел травмировать ногу российского спортсмена. Уже в концовке раунда Эльдар перешел в борьбу и провел первый в истории Brave CF рычаг колена, заставив оппонента капитулировать на последних секундах. Продолжение следует...